Приветствую, друзья! ВКС России и наши ракетчики в ходе проведения специально военной операции на Украине под демилитаризацией и деноцификацией региона продолжают процесс, скажем так, обескровливания бронетехники ВСУ, нанося удары по складам ГСМ. День назад наше Министерство обороны отчиталось, что в результате нанесения удара высокоточным оружием, в частности крылатыми ракетами «Калибр», была уничтожена нефтебаза в селе Калиновка в 100 километрах от Киева. До этого в ходе спецоперации войск России была деноцифицирована нефтебаза в селе Крячки у города Васильков, там же, под Киевом. Также были применены крылатые ракеты и в случаях демилитаризации складов ГСМ в Николаевской области. То есть топлива лишились украинские подразделения, действующие как в районе самого Киева, так и по всей центральной части Украины. Получается, что совсем скоро наступит момент, когда украинским военным станет просто нечем заправлять бронетехнику, и она превратится в недвижимые, а значит весьма уязвимые цели не только для ВКС России, но и для любого человека с РПГ в руках. И потом, отсутствие топлива полностью исключает проведение абсолютно любых маневров украинскими военными силами. Нельзя будет перебросить бронечасти на необходимые военные участки для выполнения текущих задач. Другими словами, совсем не обязательно биться с бронетанковыми войсками, пытаясь их сжечь как можно больше в прямых боевых столкновениях. А достаточно подпилить дизельный СУК, на котором сидит противник, чтобы лишить его возможности маневра. Украинские нефтебазы – это и есть этот пресловутый топливный СУК. А крылатые ракеты «Калибр» и другое вооружение российских войск выступают в роли той самой пилы для его подпиливания. Причем эта работа ведется нашими военными по всей территории Украины, как, например, в Харькове в конце прошлого месяца и в самом начале специальной военной операции России. Тогда тоже в результате применения высокоточного оружия была выведена из строя местная нефтебаза с запасами горюче-смазочных материалов. То есть наши военные планомерно лишают военных ВСУ возможности использовать все преимущества двигателей внутреннего сгорания по всей территории Украины, намекая, видимо, на экологичные прелести конной тяги, тачанок и так далее. Интересно, а на Украине много лошадей? Так вижу, друзья.